Безопасное колесо. В Ненинском округе состоялся финал конкурса знатоков дорожного движения. Регион участвует в мероприятии 20-й год подряд. Из-за сложной эпидемиологической обстановки в этот раз первый конкурс проходил в режиме онлайн. Раньше наши юные знатоки ПДД выезжали за пределы округа для участия в безопасном колесе. Как прошел конкурс в новых условиях расскажет Ольга Русул. Новые условия проведения всероссийского конкурса юных инспекторов движение «Безопасное колесо» напоминает прием единого государственного экзамена. В аудитории полная тишина, никаких посторонних, за соблюдением порядка следит видеокамера. Только участники и тестовые задания. На 35 вопросов выделено 35 минут. Для меня было самое трудное – это медицина. Мы готовились к ней, но потом начался коронавирус, и у нас подготовка закончилась. В тестовых заданиях третьема правила дорожного движения – медицина и обеспечение жизнебезопасности. Надо отдать должное, наши участники справились со всеми вопросами досрочно. В среднем на выполнение заданий они потратили 15 минут. Ребята правильно ответили на большую часть вопросов. Одна из участниц выполнила верно две трети теста. Это очень хороший результат. «Задания были достаточно сложные. Надо было думать, стараться и знать. Знать правила дорожного движения». «Что тебе самое сложное показалось в этих заданиях?» «Проезд перекрестка. Я думаю, что у меня именно там ошибки. Кто первый проедет, то второй. Правила дорожного движения школьники учат в игровой форме на занятиях объединения юных инспекторов. Ребята уверены, что эти знания обязательно пригодятся им в жизни. «Когда хожу по городу, когда начала готовиться к безопасному колесу, я шла по городу и видела, что там есть нарушители. И обращала на это внимание. А до этого нет, никак не обращала». Основная задача конкурса – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного поведения на улицах и дорогах и безопасного участия в дорожном движении. «Я вообще их считаю героями. Те, кто учат правила дорожного движения, именно систематически, на занятиях дополнительно приходят. Конечно, сложно. Правила же мы все знаем. Они написаны для взрослых. И неважно, маленький это ребенок или уже пожилой человек. Знать их надо. Всем». Конкурс «Безопасное колесо» проводится Министерством внутренних дел Российской Федерации, Министерством образования и науки Российской Федерации. Ольга Руссова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Руссова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Владимир Лукевич, Телеканал «Север». Продолжение следует... же. Продолжение следует...